Что там, гайз? Добро пожаловать в новый влог. Сегодня расскажу, как избежать неприятных ситуаций, когда вы приедете в Америку. Ну и заодно немножечко прокачаем вокабулярчик. Вы на канале онлайн-школы английского языка EnglishDom. Меня зовут Кристина. Погнали! Ну а перед тем, как мы начнем, не забудьте подписаться на наш канал и нажмите на колокольчик, чтобы вовремя получать вот такие вот полезные видео для прокачки своего инглиша. Также мы есть в Facebook, Instagram и Telegram, поэтому, чтобы получать еще больше интересного и полезного контента про английский, обязательно подписывайтесь. Ну а теперь поехали! Америка безумно колоритная страна, и то, что для нас acceptable, приемлемо, здесь может оказаться странным или даже незаконным. Более того, бдительные американцы не проходят мимо, закрывая глаза на нарушение, и могут просто-напросто вызвать копов. И да-да-да, я сейчас это серьезно. Поэтому будем сегодня с вами разбираться, как избежать проблем в США. Итак, 15 вещей, которые не стоит делать в Америке. Поехали! И первое, чего нельзя делать в США, это нарушать личное пространство другого человека. Для американцев это прям супер-пупер важно. Если у нас нормально стоять на кассе и дышать кому-то в затылок, то в Америке так делать никак нельзя. Это unacceptable. В Америке, когда вы стоите в очереди, человек за вами встанет минимум в полуметре. И да, даже за жвачка через вашу голову никто не потянется. Ну а если вы будете идти по тротуару, и кто-то случайно заденет вашу траекторию движения, я уточню, не зацепит плечом или толкнет, просто немножечко перегородит дорогу, ну или подойдет там, например, очень близко, то он обязательно скажет I'm so sorry. Вот это вот несоблюдение личных границ, мне кажется, первая вещь, которая бросается в глаза, когда я приезжаю на родину. Но притом скажу по себе, что раньше, пока я жила там дома, на это несоблюдение личного пространства вообще внимания никакого не обращала. И следующая вещь, которую не стоит делать в Америке, это заходить на частную территорию. Особенно, если видите знак No Trespassing, запрет на проникновение. Кстати, напомню, во многих штатах легально стрелять, если кто-то вступил на вашу частную собственность. Поэтому точно не советую, да-да-да, апельсинку с чужого дерева срывать нельзя, иначе можно получить солью в попу. И солью это еще при удачном раскладе, как вы поняли. Напишите, ребята, как вы считаете, это нормально или все-таки перегиб? Будет интересно узнать ваше мнение. Погнали дальше, и сейчас уже будет такая серьезная вещь, за которую можно даже сесть за решетку. В Америке нельзя не платить налоги. В предыдущем видео про то, как найти работу в Америке, я рассказывала, что здесь иногда могут to pay under the table, платить под столом, либо в конверте, но это нелегально и опасно. Кстати, кто не смотрел это видео, обязательно посмотрите, оно очень полезно. В Америке налоги платят все, а еще все каждый год проходят процедуру, которая называется tax return. Вы сами фалите все налоги, какая-то часть вам даже возвращается. Так что, если хотите быть резидентом США и впоследствии получить гражданство, ну или просто хотите спать спокойно, то необходимо подавать декларацию о доходах. Следующее, чего не стоит делать в Америке, это нельзя лично идти и выяснять отношения с соседями. Предположим, у вас очень шумные соседи, это вас с порядком задолбало. Как делать у нас правильно? Идут ругаться, ну или там швабра и постучат по батарее. Так вот, в Америке, если вы живете в апартаментах, в таких случаях принято идти к менеджеру и жаловаться. Вот соседи там из 22-й задолбали, каждую ночь шумят после 11-ти. И все, это уже не ваши разборки, ну или даже копов вызвать, в принципе, нормально, если кто-то в соседнем доме устроил шумную партию. Напишите, что думаете по этому поводу, попахивает ли это стукачеством? На самом деле, какая-то логика в этом есть, вы якобы не портите отношения с человеком, но лично я бы так не делала. Пятая вещь, которая запрещена в Америке, нельзя парковаться где попало. Нужно обязательно читать все знаки и также смотреть на цвет бордюра. Упаси боже, припарковаться возле красного. В общем, нужно внимательно смотреть на все знаки, потому что бывает так, что то есть в определенное время там нельзя парковаться, либо в определенные дни. Короче, заморочек очень много. За неправильную парковку вы 100% получите тикет, ну или если вы заплатили, например, за 2 часа парковки, а за машиной пришли через 2 часа 15 минут, то все равно получите тикет. Хотите узнать, сколько стоит оплатить штраф в Америке? Да, минимум 80 баксов, потому что вот такие вот небольшие машинки, как в Заверополисе, помните, такой мультик был? Зайка на такой ездила небольшой машинке. Так вот, такие зайки тут ездят везде и постоянно, и только отвернулись, а тикет за неправильную парковку уже на стекле. Поэтому, если хотите этого избежать, то парковаться нужно в правильных местах. Но если припарковаться совсем не в том месте, то машину эвакуируют, а забрать своего четырехколесного друга со штрафплощадки может обойтись в кругленькую сумму 500-800 долларов. Ну и раз мы заговорили о машинах, то также нельзя хранить в машине открытую бутылку с алкоголем. В Калифорнии запрещено законом иметь в транспортном средстве любой алкогольный товар в открытом виде. Закрытую, понятное дело, храните, пожалуйста, хоть целыми ящиками, но открытую не ни. Самое забавное, что в Калифорнии при этом вы можете немножечко выпить и сесть за руль. Конечно, литр водки пить запрещено, но бокал вина или пива, пожалуйста, на здоровье. Это не считается нарушением закона, но лично я все равно не советую это и не приветствую. Ах да, в Америке еще можно ездить на красный. Вообще скажите, офигеть, выпил за руль и на красный. Но на самом деле я немножечко утрирую, я говорю о поворотах направо. В Калифорнии в 95% случаях вы можете повернуть направо на красный. Вот так вот представьте, это вот все нужно знать, об этом всем говорят и пишут на английском. Так что если ты такой приезжаешь в Америку и английского не знаешь, то открывай, дружок, свой кошелечек и платишь штраф. Но ведь на самом деле можно избавить себя от этих проблем всего лишь раз заплатить за уроки английского. А можно даже вообще не платить, а просто посетить первый бесплатный онлайн урок английского с преподавателем EnglishDom. Там вы один на один с преподавателем за час времени сможете поговорить на любую интересующую вас тему. И да, вы будете говорить только на английском уже с первых занятий. Вы ведь английский пришли учить, а не русский попрактиковать, правильно? Вы можете обсудить фильмы, сериалы, Marvel, DC, книги, да и вообще любую тему, хоть законы в Штатах. Ну а благодаря удобной и функциональной цифровой системе ED Class у вас всегда будет под рукой целый кладезь полезной информации, которую можно не только изучить, а еще и практиковать. Записывайтесь на свой первый бесплатный урок EnglishDom просто перейдя по ссылке в описании. Ну а мы продолжим. Ну и следующее, чего нельзя делать в Америке, вы не можете купить алкоголь без ID, даже если вам 70 лет. Американцы очень строго следуют правилам. No ID, no beer. Нет ID, нет пива. Ну и также запрещено продавать алкоголь лицам до 21 года, но об этом я думаю, что вы и так догадались. Поэтому без шуток, вы идете в бар либо магазин за подобными напитками, обязательно возьмите с собой ID. Более того, если у вас несколько человек, а расплачивается кто-то один, то наверняка кассир попросит документ, удостоверяющий личность у всех тех, кто стоит с вами за вашей спиной. Так что не прокатит. Если кто-то один старше, а кто-то другой помладше, то все равно придется показывать всем ID. Так вот американцы борются с тем, чтобы малолетние лица не употребляли алкоголь. Едем дальше. Пункт номер 8. Еще в Америке нельзя выгуливать собак и не убирать за ними. Почти везде тут стоят знаки, пожалуйста, убирайте за своими животными. И да, если вы этого не сделаете, то это строгое нарушение, за которое можно получить немаленький штраф. На улице в Америке везде установлены такие специальные стенды, где можно взять специальные пакетики. А если вы не приберете за своим песиком, то поверьте, соседи не дремлют. Да, и обычные прохожие тоже, они могут и в полицию позвонить. При этом американцы обожают животных, они к ним относятся реально как к детям. Тут даже иногда можно увидеть, как котика или собачку везут в специальные коляски, вот прям как для детишек. А еще тут есть целые гипермаркеты для животных, где можно просто-напросто заблудиться. И чего там только не найдешь, от костюма для собачки или кошечки на Хэллоуин до специальных безвредных сладостей. Ну и раз мы с вами заговорили о детях, то следующее правило, чего нельзя делать в Америке, это нельзя кричать на детей, тем более бить ребенка. Даже по попе за такое запросто могут вызвать социальную службу или даже полицию. Нет, конечно, если вы там прикричите один раз по делу на своего ребенка, то никто не сразу не будет звать в полицию. Но если вы систематически орете на ребенка, то соседи просто так этого не оставят. Кстати, да, поэтому американцы вырастают взрослыми без комплексов и глубоких психологических травм. Ну и также в Америке нельзя оставлять детей на 12 лет одних без присмотра, иначе вас опять могут лишить родительских прав или даже отправить в тюрьму. И, кстати, по этой причине в Америке реально очень популярна такая профессия, как няня. Что думаете по этому поводу? Правильный ли такой подход? Напишите свое мнение в комментариях, будет интересно почитать. Едем дальше в Америке, нельзя пиратить. И я сейчас не про Капитана Крюка говорю, я говорю о пиратском контенте. Да-да, никаких вам там зайцев в нет или торрентов. Мы, когда только-только переехали в Америку, были вообще зелеными-зелеными, ничего не знали, то раз скачали сезон сериала с торрента, и нам пришло письмо счастья, мол, нам кажется, что you broke the law, что вы нарушили закон. Если вы так сделаете еще раз, то мы вас отключим от интернета. Кстати, это письмо ой как помогло, потому что с тех пор я начала смотреть сериалы только в оригинале, и это еще больше помогло прокачать English. Ну и на самом деле подписка на какой-нибудь Netflix стоит реально недорого. Ребята, что вы думаете по поводу пиратского контента? Я вот теперь даже программы для ноута покупаю. Вот так Америка промывает мозги приезжих. Шучу, конечно. Следующее, чего категорически нельзя делать в Америке, это говорить на запретные темы. Есть несколько вещей, которые обсуждать с американцами нужно с очень большой осторожностью. Конечно, такие вещи, как politics and religion, политика и религия, но также такие темы, как раса, либо гендер, либо оружие. Да-да, это отсылка к пункту про частную собственность. Если вы не хотите попасть в нелогкое положение, то лучше всего поговорить, например, о погоде, чем о вопросах гендерных различий, расовой принадлежности, там, Трампе или Байдене. Но я думаю, что все знают, что черных людей в Америке нужно называть афроамериканцами, и никак нельзя называть их на букву N. Также нельзя про разрез глаз говорить представителям Азии, либо шутить про людей нетрадиционной ориентацией. Но еще в Америке нельзя, например, флиртовать на работе, вас могут обвинить в харассменте и доложить об этом в отдел кадров. Более того, в американских компаниях, когда вы устраиваетесь на работу, вы еще обязаны прослушать курс лекций, чего нельзя делать на работе. Пункт номер 12. Чего не стоит делать в Америке, так это идти в опасный район. В каждом крупном американском городе есть районы, в которые лучше не соваться, и можно сразу забить в поисковик Most Dangerous Neighborhoods в каком-либо городе, и выучите их название. В Лос-Анджелесе, например, это Skid Row, либо в Сан-Франциско Tenderloin, вот туда лучше не идти ни при каких условиях. Эти нейбор-худы, либо районы с высокой криминальной активностью, в которых живут не самые обеспеченные американцы, и там на улице творится полнейший беспредел, и в случае чего вам даже не поможет полиция. Ну, отвлечемся от мрачной темы и поедем дальше. В Америке нельзя не оставлять чаевые чипс. И если у нас чаевые, это жест благодарности, то в Америке вы обязаны их давать, даже если обслуживание вам совсем не понравилось. А я вас уверяю, американские рестораны вас сильно разочаруют не в плане еды, а в плане интерьера и подачи. Напомню, что в Америке ходят туда чисто покушать. Так вот, минимум 10% от чека вы обязаны оставить официанту, таксисту, массажисту и так далее. Что скажете по этому поводу? Готовы ли вы заплатить на маникюр, либо стрижку на 15, 20, 30 долларов больше? Ну, я вам скажу так, что готовы вы или нет, а приедете в Америку и придется. Ну, а следующее правило, даже не то чтобы правило, просто хороший совет, никогда в Америке не оставляйте ценные вещи в сумке или рюкзаке, в машине. Кстати, не только в Америке, это, в принципе, такая распространенная практика, потому что могут выбить стекла только так и украсть ваш бэкпэк, рюкзак. Ну, а что касается Калифорнии, то здесь кражи на сумму меньше, чем 950 долларов, вообще не считаются криминальным преступлением, и вашим делом вряд ли вообще будут заниматься. Поэтому обязательно берите все вещи с собой. Ну, и последнее на сегодня вещь, чего нельзя делать в Америке, так это курить, где попало, например, возле метро. Во многих местах в Америке курить нельзя в помещениях, а во многих городах, даже на улице, а в Сан-Франциско, например, уровень порицания курильщиков вообще запредельный, да и сигареты безумно дорогие. Если вы думаете, а, фигня, буду курить у себя на балконе дома, никто не запретит, то, поверьте, бдительные соседи не дремлют. Но зато во многих штатах можно курить марихуану, уит, да ладно, курить и купить. Помните, я рассказывала, что ее можно даже выращивать, ну, или домой заказывать, прям как пиццу, ага. Так вот, снова дисклеймер, друзья, наркотики, это плохо. Ребят, на этом на сегодня все. Напишите, какой запрет вам показался самым странным, с чем вы, может быть, не согласны, а может быть, есть что-то, чтобы вы хотели видеть в своей стране. Поэтому обязательно делитесь своим мнением, и я обязательно прочту. Ну, и обязательно прокачивайте свой английский, ведь с ним в Америке куда проще. Для этого вам нужно всего лишь нажать на кнопку, которую прямо сейчас вы видите перед собой, и записаться на первый бесплатный урок английского языка с преподавателем по Skype в EnglishDom. Не упускайте такую чудесную возможность. Ну, а я прощаюсь с вами. До новых влогов. Пока-пока-пока-пока.